Свадьбу старшего сына вы расценили исключительно как предательство со стороны самых близких людей? 17 лет. 17 лет? Да. Вообще пацан. И сколько было его жене? 37. Считаете ли вы, что если бы ваш старший сын не женился на Людмиле, то он до сих пор был бы жив? Ребята, подписывайтесь на мой лайв канал. Стараюсь снимать для вас очень интересный и качественный контент. Юмор, путешествия, интересные встречи. Хотя чего я вам рассказываю? Заходите и подписывайтесь. И сами посмотрите. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Всем привет, ребята. С вами Андрей Чент и вы смотрите свое любимое шоу Детектора Лжи. Если это так, то подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, лайки, потому что мы начинаем. Поехали. Никогда не поздно что-то изменить. Можно даже попробовать начать все сначала. Наш сегодняшний участник пришел на Детектора Лжи, как на исповедь. Какую правду он готов поведать своим родным? Валентин Долина, 72 роки, Киев. 72 года. Валентин Дмитрович посварился со своей родиной. Все подальше жизни его мучило сумление. Военная церковь. Человек вважает, что через свой похилий век может не встигнуть пояснить рідным справжние причины своих колишних вчинків та перепросить за них. Сегодня Валентин сподівается лише на допомогу Детектора Брехні. Хочет измениться за что-то. Для 72 роки, согласитесь, неплохо выглядит. Встречайте, Валентин Долина. Очень даже неплохо для 72 роки. Присаживайтесь. Давайте познакомимся с людьми, которые пришли сегодня поддержать вас. Борис Долина. Сын. Я жена Александра Борисовна. Очень приятно. Скажите, Валентин, зачем вы здесь? Я думаю, что меня поймет моя бывшая жена. Бывшая. Поймет сын. То, чего они не знают. И люди, которые пришли смотреть, может, по телевидению, на моем горьком опыте, убедяться, что так поступать нельзя. Заинтриговал. Максимальная сумма, которую вы можете заработать, это 150 тысяч гривен. При условии, если вы честно, ответите на 21 вопрос. В рамках первого блока вопросов вы можете получить 5 тысяч гривен. И то при условии, если будете честны со мной 6 раз. При этом, если вы солжете хотя бы один раз, то все заработанные деньги сгорают. Это понятно. Мне понятно. А давно вы бывшая жена? Скоро 50 лет, как я знакома с молодым человеком. А, скоро 50 лет, как бывшая, я думал, скажет. У нас было трое детей, один погиб. Ну, 25 лет я была законной женой, а 25 лет хожу в бывших женах. То есть давно. Внимание, вопрос. Вы считаете, что испортили жизнь своей бывшей жене? Ну, пока, знаете, такие простенькие вопросы относительно. Хотя 25 лет с ней уже не замужем. Не женат, точнее. Да. Это Правда. Александра Борисовна, скажите, а вы тоже так считаете, что ваш бывший муж испортил вам жизнь? Да, испортил. Я всегда Валентина очень уважала. Очень уважала. За то, что он целеустремленный, за то, что он работает. И как-то у нас вся жизнь была в этой работе. Мы жизни не видели. То есть, я правильно вас понял? Быт убил ваша? Все съел. Конечно. Конечно. А вы считаете, что обустроить этот быт должен был ваш мужчина? Ну, в какой-то степени больше постараться. Почему вы не обустроили быт вашей семьи? Женщине, которая родила вам троих детей? У офицера только один источник заработка. А, ну то есть он военный. Это звание, должность. Не каждая женщина это выдержит. Я в этой системе жил, я ей подчинялся, я ей испортил. А сколько вы служили? 27 лет почти. Непонятно только чем еще, но я думаю, дальше мы узнаем. Но одного ребенка у нее уже нету. Может быть из-за этого... Вот вы услышите здесь для себя вопросы, ответы, на которые знать не хотели бы. Правда, не всегда бывают удобные и часто бывают неприятные. Если вдруг вы услышите вопрос, ответ на который слышать не захотите, вы можете воспользоваться стоп-кнопкой. Если вы это сделаете, мы заменим вопрос. Можем продолжать? Пожалуйста. Ну да. Внимание, вопрос. За время брака вы изменяли своей жене? Началось со второго вопроса. Во время брака 25 лет. Наверное, да. Или нет. Да. Это... Она этого не знала? Правда. Александра Борисовна, вы знали об этом? Нет. Выгадывались, чувствовали? Нет. Даже по лицу было видно, что не знала. Физически это было один раз всего. А зачем вы это делали? Ну, не все у нас было. Понимание душевной близости, будем так говорить, с женой. Потому что быть... Очевидно, я так думаю, быть перебивал. Хорошо иметь друга, у которых никакие... Не надо... У которых нет троих детей. Да. Конечно, это проще. Я себя за это виню. Вместо того, чтобы там облегчить жене быт, попробовать наладить с ней эту душевную близость... Ну, он же сказал, что только один раз было. Ну, это не оправда в этом, но все же. Ведь, ну, насколько я понимаю, с тремя детьми сложно... Очень. ...изменять. Сложно искать с кем-то тоже душевную близость. Сложно ответить тем же. А, кстати, вы изменяли? Да. Оказывается, несложно. Тогда и нечего мужика пилить. Она так, а че? У вас здесь жена? Есть. Изменяется, да? Там все по-другому. Да ладно, это же нормально. Нет, нет. Или он еще молод, ему еще нет сорока. А он? Ну что... Я готов задать вам следующий вопрос. Я готов слушать. Вы сожалеете, что за время совместной жизни вам ни разу не удалось поговорить с бывшей женой по душам? За 25 лет не было нормального такого серьезного разговора. Все, армия забрала. Да, представь себе. Это... Правда. Что мешало? Устрой армейской семьи. Что такое боевое дежурство? Боевое дежурство – это ты находишься постоянно и в мыслях, и действительно в части. Дети, служба, домашняя забота, быт. Никогда оглянуться было, душевно поговорить. Не было возможности. Как всегда вижу, в армейских семьях так происходит реально. Вам нужно было это душевное общение. Конечно, любой девушке это надо. Вам нужно было, чтобы ваш муж нашел один час, два часа за 25 лет совместной жизни. Конечно. Поговорил с вами. Конечно. А почему вы это не инициировали? Ну, видимо, здесь такое свойство характера, что человек привык только что-то делать, торопиться, везде успеть всегда. Понимаете? И поэтому не было, не было никакого времени для того, чтобы даже разбирать, что тут у тебя в душе творится. Внимание, вопрос. Свадьбу старшего сына вы расценили исключительно как предательство со стороны самых близких людей? Свадьбу старшего сына? Как предательство? Вы уж на свадьбу не пригласили или что? Или почему свадьба старшего сына так расценивается? Только непонятно, это старший или какой сын? Да. Наверное, вы не пригласили, я так понимаю, или что? Или что там произошло? Правда. А скажите, Валентин, почему вы считаете, что ваш сын вас предал, когда выбрал себе жену? Почему вы считаете, что близкие люди вас предали, когда он это сделал? Если бы брак был равным, у меня вопросов нет. Я видел, что это, что это жизнь в никуда. Позвольте уточнить, вы сказали, если бы брак был равный, он был неравен в каком плане? По возрасту. Сколько была ваша сына? Сколько была ваша сына, когда он? 17 лет. 17 лет. Вообще пацан. И сколько было его жене? 37. Разница в 20 лет. Да ладно, в 20. Ладно, если бы ему было бы 40, ей 50. 30, а ей 50. Ну тоже жестко. Ему 17. По факту пацан только там 11 класс закончил. Школе бабе 37. Это первый сексуальный опыт. Мать моя женщина. Ни хрена си. Александра Борисовна. Ого. Вы хотите что-то сказать? Ну, Диме тогда 18 лет был. 19 лет, а люди было 37 лет. Но она молода выглядела, она тоже художник была. Он очень ее любил. Вплоть до того, что он собирался, там была попытка суицида. Вот это любовь, кажется, в любви все возрасты покорны. Дима, это ваш... Это мой старший сын, поэтому я не знаю, я решила его поддержать в том плане, что уже должен был быть ребенок. Понимаете? А вы это не поддержали? В мои принципы, в мое понимание любви, понимание семейной жизни не вписывались. У меня были свои... Валентин, но вы ведь, как взрослый человек, допускаете, что у другого взрослого человека могут быть другие взгляды, не такие, как у вас. Это он? Это же нормально. Непонятно, кто из них старше, и у них и втрое детей было. Они в конечном итоге его так и привели в никуда. Он не увидел дальнейшей жизни. А, то есть он умер все-таки. И жизнь испорчена получается и ему. Почему-то мне кажется, что, осудив его за это, вы оттолкнули его от себя и лишили своей поддержки. Наверное. А вот мне кажется, что если бы вы его поддержали, Он был бы жив, да? То вполне возможно, он бы на собственном опыте через какой-то короткий промежуток времени, два-три года, понял бы, что вы были правы. И тогда вы бы смогли его направить в правильное русло. Да, это самый старший сын. Да. Так было. Так я понимаю, так признаю. Внимание, вопрос. Считаете ли вы, что если бы ваш старший сын не женился на Людмиле, то он до сих пор был бы жив? Ну, я так понимаю, Джо, в общем-то, и умер из-за того, что там какая-то неразделенная любовь либо отец не поддержал. Поэтому он так может считать. Дорогие еще один сын. Это какой-то средний либо младший. Да. Это правда. А каким образом гибель связана с этим браком? Это просто у него жизнь поломалась. Он был бы в другом бы направлении. Он бы не зарабатывал, не подрабатывал деньги, где можно потерять жизнь. Это такое дело. Это закрытая для нас тема. А у вашего старшего сына были дети? Ну, ребенок, которым была же беременна. Девочка Кристина, ей 22 года. Это внучка жены. Не моя. Не могу. Подождите. Там вы не только оттолкнули сына, вы продолжаете отталкивать внучку? Внучку, да. Я закрыл эту тему, да. Но она не закрыла. Она все равно входит в этот дом. Она здоровается. Здравствуй, дедушка. А вы просто ее игнорируете? Да. Жесть. Дед, ну это жестко. Ну это жестко. Ну и ребенок здесь при чем? Ну серьезно. Ну не нравилась ему его жена эта старшая. Ну ребенку капец неприятно. И она идет на контакты, где-то отталкивает. Да. Это правда. Правда. Вы отвергаете ребенка только потому, что вам неприятно вспоминать о своих ошибках. Больно вспоминать. А ребенок здесь при вам больно вы делаете больно внучке дочери своего сына, которого любили? Она не пришла ко мне и не сказала и не поговорила. Допустим, может быть у меня что-то перевернулось бы, не знаю. Но я шага не делал вперед к ней. Борис, а вы поддерживаете своего отца в том, что он отвергает свою внучку? Ну, с одной стороны, конечно, нет, потому что это все-таки семья его. Но с другой стороны, отец отгородился еще давно от Димы. Будем считать, что это мой изъян по жизни. Но нельзя же в нем все время жить. Я признаю это. Да, так поступать может быть не стоило со своим старшим сыном. Вы правильно нарисовали картину, что если бы была поддержка моя постоянно там, с ним вместе, у него жизнь бы по-другому сложилась бы. Я действительно оттолкнул его. Ну, так этим всю жизнь нельзя жить. Ну, перевернули. Он решил своей смертью эту проблему. Знаете, что такое перевернули страницу? Это усвоили опыт, а не просто перевернули. Вы на словах вроде как бы и да, а в делах однозначно нет. Делами нужно показать, что вы признали и перевернули. 5 тысяч гривен. Вы заработали 5 тысяч гривен. Трудно с вами зарабатывать. Ну, зарабатывать тяжело, действительно, поэтому спрошу, будете продолжать трудиться или закончим? Трудимся, трудимся. Я трудоголик. Что-то Карпачева немножко не вредил. вас ждут 5 вопросов. Если вы ответите на них честно, ваша фиксированная сумма увеличится до 10 тысяч гривен. Продолжаем. да. Внимание, вопрос. Вы с легкостью простили себя за то, что отобрали у своего младшего сына мать? Когда разводились, это, наверное, все-таки уже младший сын, да? Он отсудил, получается, или что? Да. Это Надеюсь, что когда-то он ее получит. Правда. То надо разъяснять, потому что не до конца понятно. Когда мы разошлись с женой, она собралась, уехала к сестре в Америку. Собиралась уезжать. А, и детей оставила? Но младший сын, это ему было 10 лет, да? Младший сын пожалел меня своим детским сердцем. Он остался со мной. У вас, судя по всему, свое видение этого процесса. Мы уже не могли вместе жить. И надо было как-то решать вопрос семьи. Вы думаете, мне так было легко отдать ребенка? Но дочь не хочет с ним жить, сын не хотел. И я тоже с дочь. пришло пришло время как дочь было невозможно. Бывает такая ситуация. сделал? Он хулиганил. Сам настоящим образом. Вот не поверю, что он вас бил. Конечно, бил. В молодости бил. Еще как бил. Да ладно? Был один раз. Не не имеешь права ответить. Солдат еще, Это же не жизнь, когда ты на своей территории, когда ты уже не в армии. Уже надо было как-то жить. И я как сейчас помню, мы поговорили, и Боря сказал, нет, я тогда папу не оставлю одного. Борис, а почему выбрали отца? Ну, на тот момент мне было максимально комфортно с ним. Он уделял много внимания, и он устраивал меня по кружкам, и познакомил тогда с компьютера, до компьютеров никого не было. У меня первого вообще был компьютер, и он с собой возил много тогда. И может это в какой-то степени компенсация за Диму. Второй вопрос второго блока. Готов. Внимание, вопрос. Вы намеренно старались разрушить новый брак вашей бывшей супруги. Ревность. Так она в Америке была, а Лен все-таки не уехала в Америку. Это непонятно тогда. Да. это правда. АПЛОДИСМЕНТЫ Александра Борисовна, вы знали об этом? Вы знали, что он умышленно пытается разрушить ваш брак? как бы там ни было, так он разрушил или нет? Все равно я узами была вот в этой семье, в своей. И поэтому меня достаточно было только позвонить и сказать, что вот Александр Борисовна, как ты там поживаешь, давай то, все. Я тут же пошла и развелась. тут же пошла, несмотря ни на что, потому что меня тянуло, вот это вот мои узы, моя семья, все меня тянуло вот сюда, вот к этому товарищу. А зачем же вы тогда другую семью создавали, если вас тянуло сюда? У него своя семья, у него же там вторая семья была. Он там себе нашел даму, он с ней прекрасно жил. То есть вы живете ревность? женщины пытались помешать построить семью своей бывшей жене? Получается так. Надо уточнить. Это была моя компаньонка. Это не жена была. Мы вместе с ней были 12 лет. Хрена себе, компаньонка. Это перерыве. Половина от того времени, которое вы прожили с женой. Вы считаете эту женщину просто своей компаньонкой? Да, у нас были такие условия. Я сказал при встрече, что женить бы не будет. И она согласилась, она грамотная женщина. Вы мне скажите, вы жили в одной квартире? Да. Это нахрен второй спец. У вас общий семейный бюджет? Да. Да. Вы занимались сексом? Да. Вы знаете, мужчина и женщина, которые прожили в одной квартире с общим бюджетом и регулярными занятиями сексом, да вы можете называть это как угодно, но другие назовут это семьей. Да, согласен. у вас не было? Нет. Я не хотел новой семьи. Я не хотел новой семьи, потому что мне когда-то отец говорил, делай все, но никогда не оставляй своих детей. Никогда. Кто бы рядом с тобой не был. Будь с детьми. Валентин, я вас тогда не понимаю. я не понимаю вас. Почему когда ваш старший сын принял решение быть со своим покайшим неродившимся ребенком, вы от него отвернулись? Да, сам себе противоречит. Это вошло в противоречие с моими принципами, я объяснял. То есть я переступить не мог, я этого не понимал. Для вас был более важен, чем пильцы под детях. Готовы зарабатывать? Да. Внимание, вопрос. Вы осознаете, что потеряли семью только из-за собственной гордыни? Ну, такой простой вопрос. да, по большому счету. Жена подтверждает. правда. Правда. А скажите, как давно вы это осознали? Долго приходил, правильно, Александра Борисовна. Я позвонил ей в Америку. когда начинается наступление, я уйду, потому что ты не хочешь на мне жениться, компаньонши, я остаюсь. Так и она по-другому смотрела на ваши отношения. И я остаюсь вроде бы и без семьи, и жены нет рядом. Я звоню и говорю, приезжай, потому что надо семью делать, но не хватает у меня, как вы сказали, гордыня, такая упрямая вещь, что с нею можно и не совладать. Готовы услышать ответ на следующий вопрос? Почему бы нет? Внимание, вопрос. Вы искренне сожалеете о том, что вовремя не смогли простить жену и старшего сына? Какая-то все время исповедь, исповедь, исповедь. Но должен быть какой-то трешняк, согласитесь, но я пока такого трешняка вообще не слышу. И мне непонятно, будет он или нет. Но по идее должно что-то быть. да, сейчас да. Это правда. Скажите, Валентин, ведь это, наверное, очень тяжело. Очень было. Я с такими ошибками пришел на проект ваш. Это меня все подвело. Мне не страшно тут. Потому что я действительно скажу то, что я чувствую. Вы рады этому? Ну, почему бы нет? Человек сказал, что он осознал, что искренне осознал. Вот, понимаете, основное здесь, это вот отличие этого проекта от разговоров на кухне. Мы здесь точно знаем, правда это или ложь. Вот то, что сейчас сказал Валентин, это правда. Дай Бог, чтобы машина была права. Ну да, правильно подметила. Ужас, что вам не верит ваша бывшая жена. Нет, машина поверила, я постараюсь, я постараюсь поверить. У меня чувство совершенно другое. Я очень хорошо знаю Александру Борисовну, она мне верит, что она тут. Это она лукавит, да? Да, это она лукавит. Ну, почему такая грусть должна быть? Давайте повеселимся. 50 лет мы знаем друг друга. Сейчас повеселимся по-настоящему. Я бы хотел, чтобы следующий вопрос задали вы. Интересно. О, какое-то пошло разнообразие. Хорошо. Че, веселиться будем? Внимание, вопрос. Ты уверен, что единственная женщина, которую ты по-настоящему любишь на протяжении всей жизни? Я. Да он думает. Он еще думает. Типа ее только по-настоящему любишь, либо все-таки нет? Да. Ну вот. Потому что я знаю, что такое любовь. Спасибо вам. Вот так вот, ребята. Бывшая жена, не бывшая. 50 лет, 25 месяцев, 25 лет. Но любил только одну. Это правда. Вот так вот бывает. И это правда. Спасибо. Вы верите в то, что... Валентин. Человек, который сделал много ошибок. Который сделал вашу жизнь местами сложной. С которым вы 25 лет прожили вместе и еще 25 споров, периодически встречаясь. Что все это время он любил только вас. Верите в это? Пожалуй, да. Такие приятные, что ли, моменты. Очень такой ламповый выпуск. Реально такой прям милый относительно. Когда вы зарегистрировали свои отношения. Какие-то моменты. Когда это было? Это было 16 ноября 1965 год. В дворце, в шоколадном доме, в Киеве, приехал, прилетел с Ташкента. Долго ждали. Зима. Поколенно смех в то время, уже 16 ноября было. Застряли на Шелковичной улице с машиной. Поэтому я говорил, брак будет сложный. А вы помните, когда первый раз увидели своего супруга? Как раз в Ташкенте это было. Еще тогда не было землетрясения. Я приезжала к своей сестре старшей. Это было летом. Но там так интересно. Он пришел, принес нам арбузы. Была целая машина арбузов он привез. Целую машину арбузов? Да, моей сестре. Но это был первый подарок. С этого все и началось. То есть попытался выменять вас на арбузы в Ташкенте. А вы знаете, какие любимые цветы Александра Борисова? Она от меня принимала в молодости розы. Эти розы я срезал на самых престижных клумбах. Она их с радостью принимала. Так или нет? Да, когда мы разводились, у меня в комнате стояло ведро с розами. Всегда. И в течение всего нашего развода. Нормально у них развод происходил. А это вы зачем делали? Чтобы осталось памяти. Видите, осталось памяти. Осталось, конечно. Конечно. Обычно дарят девушкам цветы, когда за ними ухаживают. Они когда разводятся, да? Цветы во время развода. Я слышу об этом первый раз. Да, отношения у них были интересные. Я знаю, что вы приготовили для своей супруги подарок. Вот мужик романтик. Вручили его ей. Красиво. Красиво. Кто-то чувак один прыгает на стуле. Вы заработали 10 000 гривен. Вы сказали женщине, с которой прожили вместе 50 лет, что по-настоящему на протяжении всей своей жизни любили только ее. Да. И она в этом не сомневается. Вы сказали о том, что на самом деле раскаиваетесь. В тех ошибках, которые вынуждены были совершить. И это было правда. Вы хотите продолжать? Да, конечно. Конечно. Так, что-то у нас тут пошли титры. На этом хватит. Я получила цветы в чем делать. Эй, ем, хотел продолжать. Ну что? Блин. Конец. Ладно. Хотя я думаю, там точно что-то было. И мужик хотел продолжить. Спасибо. Ну, ребят, любовь, бывшая жена или вообще жена. Спасибо вам большое. Я тебя люблю. Давай. Все. Любим. Спасибо. Эх. Ну что, ребятушки, вот на таком моменте мы закончим. Да, дальше, конечно, могло быть что-то интересное. Но жена сказала все. Бывшая, настоящая, до конца не поймешь. Но это факт. Если вам понравилось эти выпуски, то подписывайтесь на канал. Жду ваши комментарии. С вами был Андрей Чент. Всем пока.